Возвращаясь к господину командующему воздушных сил, господину Дроздову, я хочу все-таки акцентировать внимание на нескольких вещах, потому что Харьков у нас, вы знаете, очень маленький город, как и область у нас небольшая. Поэтому много вопросов мне задают, и, собственно, сегодня поступили некоторые комментарии от спикера воздушных сил Украины, которые я вынужден был опровергнуть публично, потому что мне не очень нравилось то, что заявили. Я совершенно открыто хочу прокоммуницировать сейчас для того, чтобы все желающие услышали, поняли, что на самом деле происходит, и я думаю, что это будет правильно. Вы сказали по поводу своего сына, который находился на втором борту. Это то, о чем я говорю, что приоритет посадки был дан второму борту, который был исправен. Вы это подтвердили, я себе никогда не позволял публично до этого разговора, пока вы это не сказали, озвучивать эту всю историю, хотя я знал об этом все. Вот, вы можете отметить, что я не позволял себе этого делать. То есть вы имеете в виду, что посадили тот борт, потому что на борту был сын главнокомандующего ВВС Украины? Ну, я сейчас не буду говорить, посадили именно тот, потому что там был сын. Я просто констатирую факты. Вы только что это сказали. Я просто констатирую факты, что на втором борту был сын господина Дроздова. При этом второй борт было известно на момент посадки первого борта, что он был неисправен. Так вот, совершенно простой вопрос. Руководитель полетами, а также люди, которые отвечают за полеты. Скажите, пожалуйста, при наличии данной информации, к какому борту они должны были отдать приоритет для посадок? Я отвечу на ваш вопрос. Первое. Как все родители, я получил информацию о том, что самолет разбился, и в течение 20 минут я был в таком же состоянии. Это ответ на ваш вопрос. И я бы попросил, просто-напросто, если я уже перед этим говорил, человек не разбирается в порядке выполнения полета, организации, не делать поспешных выводов. Самолет, который находился на посадке, удаление 4 километров, или самолет, который находился на траверсе, и еще должен пролететь по прямой, порядка 6 километров, чтобы выполнить разворот и зайти на посадку, то, пожалуйста, посчитайте, разберитесь, а потом обвиняйте руководителя полетов. Никакого указания руководителю полетов я не делал. Я никого вообще не обвиняю. Вы сейчас, нет, я сейчас хочу сказать, вы сейчас сказали, что был датан приоритет самолету, в котором сидел мой сын. Вы это сказали, что до этого вы знали, не говорили. Я об этом сам не говорил. Я сказал. Это не я сказал. Я это не бравирую. Я, наоборот, я скажу, что находился в таком же состоянии, как все эти родители. И если вы просто-напросто хотите сказать, что Харьковский университет не может или обеспечить полеты, или организацию, то, пожалуйста, придите в Харьковский университет, посмотрите на тренажере, как выполняют заходы, посадки, и тогда будет ясно. Нет, я скажу. Смотрите, вы при этом не ответили на мой вопрос, а он очень важный. Я еще раз подчеркиваю, что Харьков небольшой город, который все знает, передает информацию друг другу и задает мне вопросы. Я, как руководитель области, вынужден отвечать. И я отвечаю за многие процессы, которые здесь происходят. Первая информация о том, что была совершена посадка именно таким образом, произошла от, извините, вас. В ней не было указано фамилии, но информация была выдана вами. Поэтому надо, как вы говорите, в маленьком городе признавать из-за собой какие-то действия, которые вы сделали. И прошу это учитывать тоже. Я говорю, что в этой катастрофе, прежде всего, погибли люди. И я говорю, не только те, кто безусловно погибли. Пострадали все. И семьи, и родители, и близкие. Причины катастрофы еще комиссией не установлена, комиссия працет. Все посадовые особи, а тем более государственные и даже политики, очень стриманы в своих комментариях. Все, включающие президента, которые знают, может быть, больше, чем мы тут присутствуем разом. Пока нет результатов. Если мы будем мотопулировать всеми плитками, которые циркулюют в городе Харькове, по каким-то дискотекам, где массовое скупчение людей, где они могут быть средствами, мы там можем очень далеко зайти. И я хочу найти еще одну вещь, который интересует. В этом зале присутствует мой бойовый товарищ, командующий поветряных сил. Я хочу рассказать тоже одну цікавую историю. В его биографии службовой была ситуация, когда он саджал аварийный летак. Он его посадил. Это было близко 20 лет назад, если я не помню. И хочу рассказать еще одну историю, которую, мабуть, не слышали в городе Харькове. На борту всего летака загинув курсант 4-го курса Хубса, Александр Скачков. Семь лет назад на борту сбитого боевиками Ил-76-го загинуло его батько, капитан Скачков. Вы можете себе уявить стан женщины, матери и дружины колишней, которая за семь лет втратила в небе сначала человека, а сейчас сына? Поэтому мы должны быть потрясенными в любых комментариях.